Прокуратура нашла нарушение в том, как организован прокат на острове Татышев. Там, напомню, за работу в этом году бизнесмены боролись в живой очереди с потасовками и оскорблениями. Привычные места забирают участников в пользу муниципального проката. Что изменится после заявления прокуратуры для горожан, которые привыкли брать велосипеды, ролики и самокаты на острове, узнавала Регина Баймухаметова. Бывший силовик. Ну то есть он к прокату вообще никакого отношения не имел. Так прокатчики рассказывают про нового на острове бизнесмена. Он сдает в аренду велосипеды и ролики муниципальному прокату. И именно ему условия в этом году создают повыгоднее, говорит предприниматель Степан. Сам он работает здесь уже 10 лет, но право открыть прокат в этом году пришлось отстаивать в живой очереди. Тогда, после трех неудачных попыток провести электронные торги, администрация острова объявила. Кто придет первым, тот и будет работать законно. Степан успел попасть в число 15 прокатчиков, с которыми все-таки заключили контракты. Еще 10 остались без работы. А освободившиеся места занял муниципальный прокат. От такого передела рынка пострадает не только бизнес, но и клиенты, заявляют участники. Они решили посмотреть, что сейчас будет. Убрали сначала. Было 25, стало 15. На следующий год сделают вообще 10. То есть, может быть, через года три вообще ни одного предпринимателя на острове не будет. Все займутся муниципалитетом. Вы посмотрите на прокат велопрокатчика предпринимателя. У него все есть. От любых велосипедов, от маленьких, больших, велорикши, все. Муниципалитета же этого нет. Новые велики, их привезли перед открытием этого сезона. И, в принципе, им еще сезона даже нет. В муниципальном прокате на выбор ни самокатов, ни велорикш, но есть разные виды велосипедов и ролики. Всего таких точек в этом году четыре. А частных отличаются тем, что обиты деревом. Льготники катаются здесь за полцены. Намного больше постоянников, которые именно ходят сюда к нам на наши прокаты и берут наши велики. С детьми, с семьей. Они все идут сюда и катаются у нас. У нас цена подходящая, как бы люди не жалуются. Но места в этом году распределили, похоже, несправедливо. Об этом заявили в прокуратуре. По закону, администрация Острова не обязана была устраивать торги в интернете из-за небольшой цены контрактов. Но сделать это все-таки стоило, считают правоохранители. Потому что желающих было слишком много. Нарушаются права других предпринимателей. Желающих было более 20 предпринимателей. В данном случае полагаем, что необходимо было воспользоваться именно конкурентными процедурами. Что делать теперь, прокуратура еще не решила. Ждут выводов антимонопольщиков. В администрации Острова предпринимать пока тоже ничего не собираются. На вопрос, будет ли муниципальный прокат и дальше, вытесняя частные, отвечают осторожно. На сайте администрации проводился опрос. И сейчас второй этап запущен опроса, как должен развиваться остров. Когда будет разработана полностью единая концепция, которая в себя и будет включать работу велопроката. Там уже будем смотреть в рамках концепции развития острова. Пока об этом тоже, наверное, рано говорить. Правда, большинство горожан ответить в муниципальном прокате или частном берут велосипеда не могут. Я не вижу разницы пока. Где муниципальная, где частники. Я не спрашиваю. Мне все равно. По результатам прокурорской проверки могут выписать штраф или отменить торги. Вот только, скорее всего, сезон закончится раньше, чем проверка. Регина Баймухаметова, Владимир Фетисов, Сергей Раков, 7 канал.